В ходе беседы с жителями деревни Дыдылдина сотрудники МЧС разъяснили собравшимся обстоятельства произошедшего пожара в доме номер 51. При бытии пожарных подразделений происходило горение дома по всей площади. В результате тушения пожара на месте пожара был обнаружен труп женщины. Как далее выяснилось, временно проживающая в деревне Дыдылдина 1960 года рождения. Причина пожара в настоящий момент устанавливается, но наиболее вероятное – это аварийный режим работы электрообогревателей, которые использовались для отопления помещений. В ходе расследования пожара установлено, что дом 1950 года постройки, дом старый и практически под жилье не использовался. Но данная часть дома использовалась для временного проживания. Соответственно, наиболее вероятно, что и электрооборудование было с изношенным сроком эксплуатации, что и привело к причине пожара. Любовь Викторовна Семеошкина проживает в деревне Дыдылдина с 1956 года. Рассказывает, что в их населенном пункте пожары не редкость. Лет 20-25 назад вообще очень часто были пожары. А сейчас, в последнее время, напротив дом сгорел три года назад. И так бывают вспышки. Но я не скажу, что очень часто. В деревне очень часто отключают электричество. И жители обеспокоены тем, что скачки напряжения могут привести к возгоранию. Были у нас пожары. Были и люди погибали. В основном это старые дома. Новые, более современная проводка, современное оборудование. А старые дома, там люди обычно приходят как на дачу, пользуются обогревателями, удлинителями. Это ведет иногда к пожару. На встрече сотрудники МЧС рассказали о соблюдении правил пожарной безопасности при использовании печей, каминов, электронагревательных приборов, газового оборудования и порядок действий в случае возникновения пожара. Людям хорошо пообщаться, увидеть начальников и надзорных органов и участков в лицо, познакомиться, но и донести все-таки важные информации, доноситься. Все-таки, наверное, в голове у каждого какой-то осадок, наверное, что-то остается. Также инспекторы напомнили о необходимости оборудовать жилые помещения автономным дымовым пожарным извещателем для раннего обнаружения признаков возгорания. Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Елена Кошелева, Видное ТВ.